Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить кошмарную башенку. Давайте приступим потихоньку. Итак, собственно, что у нас есть, чтобы вырастить поесть? Давайте мы загрузим предустановку башня кошмара фри билд. Да, вроде бы, если я не ошибаюсь. А я же создавал там пресет еще один, разве нет? Я на Сабыче оставил... Так, подождите, загрузить пресет. Может быть, я все-таки сохранил башню ужаса 2 ри билд. Башня ужаса... башня кошмаров. Блин, а где у меня... А что за Эшкари билд? А, наверное, здесь ошибку допустил. И Эшкари билд это как раз-таки башня ужасов ри билд. Давайте я проверю эту тему. Если на Саби стоит снаряга Бихана, то... Да, да, это оно и есть, окей. На Скорпионе у нас, по-моему, две зеленые карточки, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Не инструменты и маска. Ну и, собственно, вроде бы можно начинать. Восстановление здоровья противника. Бой номер 154. До 160-го осталось буквально 6 боев, и у нас боссы будут. Если повезет, даже пройдем их за сегодня. У нас, ибо, достаточно много попыток будет на их прохождение, но все будет зависеть от того, насколько они будут сильны. Так, поехали. Против нас Фрэгги Крюгер, в принципе. На, получай тебе вот это вот. Первый спецприем пошел сюда. Блокируем спецприемы. Наносим небольшое временное оглушение на противника. Затем продолжаем закручивать его в комбо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, а силы-то не хватило сейчас. Ладно, вроде бы более-менее успели мы с Фрэгги разобраться. Выходит хищная Мелина, мы, кстати, уворачиваемся от ее пассивного умения. Хоть что-то. Но хотя, с другой стороны, я кровотечение прервала, а это не очень хорошо. Так, притягиваем к себе. Наносим урон. Первый спецприем полетел. 90% демеджа дополнительного. И добиваем Мелину. Теперь главное бы Кунлау не дать возможность использовать именно второй спецприем. Возможно, сейчас мы заблокируем его спецприемы и... Да, изи-бризи. Теперь он ничего не может, кроме как атаковать меня обычными атаками максимум. Им восстановление здоровья не особо помогает, мы все равно их дамажим. Возможно, чуть-чуть медленнее, чем обычно, но дамажим. Все, победа. Ну, первый бой за сегодня был достаточно простеньким. Не было каких-то особо жестких ограничений. Ограничения на восстановление здоровья неприятные, но не более того. Так, получаем карточку для Куан-Чи. Увеличение лечения. О, купите или соедините карточку поддержки. Еще и миссию выполнил сегодняшнюю. Замечательно. В башнях реально можно выполнять вот эту миссию на получение карты поддержки. Так, модификаторы ранения. Пройдите кошмарную башню, получите алмаза. Окей, понял, принял. Так, Скорпион МК-11, Скарлетт МК-11 и МК-11 Рейден. Неплохая такая команда. Ранение, я уже забыл, что она дает. Один из спецприемов недоступен. Понял, принял. То есть, по теории, у нас с вами на боссов будет примерно 10 аж целых попыток. Так что, скорее всего, мы их пройдем. Но я не уверен. Потому что они там могут быть реально очень жесткие и непрощающие. Так, на, получай, расписывайся. Давайте я второй спецприем использую. Все равно первый у меня золоченный от Скорпиона. Лучше сразу избавляться, потому что он весьма опасный парень. Так, роняем Рейдена. Затем говорим ему, поднимайся, вставай на работу, пора. Снова его роняем. Я не буду жадничать, использую второй спецприем. Мало ли он еще либо сменится, либо... А так хотя бы только Скарлетт против нас станется. Она уже мало что сможет сделать. Не смениться не сможет. Ничего в другом духе такого... ...сделать. И второй спецприем летит также в Скарлетт. Ну это изи, команда была вообще на самом деле. Да и ограничение не то, чтобы очень жесткое. Это вам не случайная смена, не увеличенный набор сил у противников, поэтому... ...как таковых проблем у нас с этим боем не возникло. Так, кто у нас следующий? Саб-Зеро Круга Тени, Хищная Мелина и Китана Дня Мертвых. Также модификатор Усталости. Урон спецназа и старших богов значительно снижен. У нас нету в команде с вами ни спецназа, ни старших богов, поэтому и Звин. Поэтому можно сказать, мы играем вообще без модификатора против противников, а это еще легче пройти, чем с модификатором. Ибо у нас ни один из персов не является ни старшим богом, ни спецназовцем. Но здесь есть Хищная Мелина, поэтому надо быть поаккуратнее все-таки. Эх, не добил я Саб-Зеро через первый спецприем. О, 106 тысяч урона, нормальный. Выходит Китана Дня Мертвых, на нее сразу активизируется долбанное лечение. Нифига себе, урон только что влетел по ней. Так, иди сюда, малыш. Давай еще первый. Ну и выносим, собственно, Китану Дня Мертвых. Выходит Мелина и использует против нас, слава богу, первый спецприем, а не второй. Ой, это уже радует. Ну и здесь как бы мы подписываем ей смертный приговор, исполняя... Ну да. Уж еще не смертный приговор, окей. Давайте постараемся попасть на 90. Да что ж ты будешь делать-то, а? Все, 100% урона. Добиваем Мелину. Изи вин, отлично. Так, награду получаем за бой. 1500 монет. И у нас с вами следующий матч. Кто против нас будет? Давайте посмотрим. Ронин Кенши, холодная война с Абзиро и Круга Тени, Растерзание. Это, по-моему, кровотечение. Да, тоже не опасная штука, на самом деле. Потому что мы от кровотечения будем только хилиться с вами. Сегодня прямо в начале изи бои идут. Посмотрим, как будет с боссами и после боссов. Если мы дойдем, конечно, пройдем этих боссов за сегодняшние попытки. И, кстати, за 160-й бой нам должны дать еще, получается, снарягу зеленую. Ну, как я понимаю, если каждые 40 боев она дается, то на 160-м должна быть еще одна. Поехали разбираться с Кенши Ронином. Ну, у него здоровья вообще мало. То есть, просто один спецприем, а он уже сдох. Изи. Ай-яй-яй-яй-яй, лаги. Видели, как сильно пролагнуло? Я нажал именно в тот момент, когда она была почти на 100%, но у меня нажалось позже. Так, добиваем холодную войну с Абзиро. Ну и все, что остается, нам это разобраться с Кун Лао. Сейчас будем и спецприемы залочить, на всякий случай. Отлично. Здесь не сработает сопротивление, оно сработало. Ну, точнее, не то, что сопротивление просто не прошло, а Крэшн Глоу не засчитался мне. Такое иногда бывает. Вообще изи. Вообще, просто легчайшие бои идут пока что. Но у нас совсем скоро уже боссы. Либо сейчас, либо через один бой. Так, 22 души. Приятная тема. Так, и у нас, собственно, следующий бой. Против Скарлетта МК-11. Рейдена классического МК-11 Скорпиона. Неблокируемые спецприемы. Не так сильно страшно, потому что в основном они будут использовать первые спецприемы. А у Скарлетта, разве что первый, может пробить блок. У Саб-Зеро второй и так пробивает блок. У Рейдена тоже первый и второй спецприемы пробивают блоки. Так что не совсем понятно, почему здесь это ограничение. Оно особо как-то и не влияет на бой. Ну, нам сегодня везёт. Сегодня лёгкие ограничения. По боям. Хм. Так, пошёл первый. Да что ж ты будешь делать-то, а? А? О, на этот раз попал. Замечательно. Сейчас бы её добить до того, как она сменится на самом деле. Ага! Забыл совсем про Морозного Клона Саб-Зеро. Но это неблокируемость. Неблокируемый удар, поэтому... В принципе, то, что спецприёмы неблокируемые, это абсолютно не важно, как я и говорил в начале. Но то, что, конечно, Саб-Зеро воскресил Скарлетт, это неприятно. Это да. Так, уже прижали противника к стенке, поэтому добиваем его через Сабыча. Ой, через первый спецприём Скорпа. Так, сейчас бы ему залочить спецприёмы, на самом деле. Ну, конечно, конечно. Давайте постараемся добить Саб-Зеро через Саб-Зеро. Отлично. Вроде бы минус. Не успел заблокировать, к сожалению. Сейчас удар. Давайте я сменюсь сразу на Джейд и постараюсь заваншотать Скарлетт через Джейд. Возможно, получится. Да, изи. Так, хорошо. Пока вроде нормально. И сейчас у нас вроде бы боссы, да? Битвы с боссами будут. Так, 2000 монет получаем. На бочку. Итак, какие же у нас боссы на 160-м бою? А, нет, это ещё 159-е. Оказывается, только через бой у нас будут боссы. Ну, окей, ладно. Понял, принял. Случайная смена. Очень неприятное ограничение. Но я надеюсь, мы пройдём. Продолжение следует. Ну, давай уже, грузи. Сколько ждать-то можно? Ага, ещё и ледяные щиты дурацкие. Видимо, от Сони Блейда. Там чё, Сони Блейд ХВ? Да, там Сони Блейд ХВ в отряде у противника. Не вижу особого смысла бить именно в щиты. Я буду использовать второй спецприём, потому что нам сейчас сменят Скорпиона. Видите? Ой, блин, у него кошмарный урон сейчас будет по нам. Давайте сразу заизуя второй. Ибо жадить вторые здесь не надо, ибо случайная смена. Так, оглушение сработало. Замечательно. Нифига себе, у него быстрое оглушение прошло, конечно. Так, ну яд нам это вообще не вредит. Так, сюда, сюда. Сейчас нам снова сменят, скорее всего, перса. Да, как я и думал. Добиваем Фредди Крюгера ужаса. О, хорошо, что она первой использовала. Вторым бы она, может, и добила бы хотя бы один раз нашу Джей. А можно мне уже сменить перса, пожалуйста? Спасибо. Вносим побольше урона и проводим второй спецприем. Блин, на 100% не получилось, она выжила. Но, в принципе, добили. Отлично. И сейчас у нас боссы, наконец-то. Итак, давайте посмотрим, что там за боссы. Во-первых, 2000 монет. Ну да, понятное дело, всегда приятно. На самом деле нет, лучше бы снаряги насыпали. Так, и у нас, собственно, что? Рейден МК-11 босс, босс Инжастис Рейден и босс Классический Рейден. Три Рейдена. В Башне Кошмаров, очень странный, на самом деле, пику противника. Иммунитет длительному урону по времени, брутально. То есть, каждый из них может провести бруталку, как я понимаю. И еще и воскрешается каждый из них. Вот это будет жопа, на самом деле. Особенно с воскрешением, самый бесячий талант. Так, собственно... Хотя, подождите, здесь только... У них только одна шмотка на бруталку. То есть, бруталку может проводить, как я понимаю, только Рейден Классический. Да, потому что у него буревестник есть. И символ Повелителя Грома. А у остальных двух Рейденов нету буревестника. Да. Видимо, они смогут двое других Рейденов проводить бруталку. Но для нас это на самом деле хорошо. Кстати, МК-1 с Рейденом имеют какие-то запредельное количество здоровья. Ну ладно. Поехали. Старшие боги все они. Но Рейден Классический еще при этом является спецназовцем. Бойцом внешнего мира, по-моему. И еще этим. Старшим богом. Он почти как кочевник. То есть, у него сразу много классов. Три. Три как минимум. А может и четыре. Если я что-то забыл еще. Может какой-то еще класс забыл. Ну ладно. Попробуем их победить. Я даже особо не стал смотреть, какие слияния снаряги у них. Просто посмотрел саму снарягу. И там, по-моему, у кого-то была птичка дурацкая. Вот самое, что проблемное. То, что они воскрешаться будут с половиной здоровья. И мне нужно будет эту половину здоровья снести им за одну катку. Вот как я это буду проходить, на самом деле, тот еще вопрос. Учитывая, как я мало им урона наношу. А у них могут ведь еще щиты срабатывать. От смертельных ударов. Ну ладно. Надо будет что-то придумывать с этим делом. Пока что особо не паримся до этого. До воскрешения еще далеко. Поэтому просто дамажим противника. Возможно, стоит метку вкачать здесь. Потому что без метки, мне кажется, это будет не пройти. Чтобы отключить им воскрешение. Хотя не знаю, является ли этот модификатор вообще отключаемым. Является ли этот модификатор отключаемым. Первый спецприем пошел. Блин, я отключил спецприем, а вот это неприятная тема. Конечно. Ага, птичка полетела. Фух, слава богу, она мне врезалась во время исполнения моего спецприема и меня не застанила, не опрокинула. Ага, у него еще и щиты работают. Ну окей. Возможно, придется нам таланты поменять реально. Потому что с воскрешением будет крайне сложно это пройти. Без метки будет трудно. Блин, а можно ты не будешь так подлагивать, пожалуйста? А можно птичка в меня сейчас вот влетит, пока я исполняю спецприем? Нет, нельзя. Да, здоровья, конечно, очень мало им сношу. Пошел еще один первый. Ага, не успел я с Саба использовать второй спецприем, ну ладно. Попробуйте еще раз. Окей. Возможно, прямо сейчас стоит вкачать метку смерти, потому что без нее, мне кажется, мы не пройдем никак. 1600 голды. 1060, точнее. И мне придется тогда перераспределить таланты. Наверное, я тогда сейчас отрублюсь на пару секунд, распределю таланты новые и вернусь к вам. Так, собственно, прокачал я заново таланты. Пришлось от многого отказаться, но самое необходимое вкачал. То есть, во-первых, стойка льва, ее прокачал на мастер, потому что это увеличение урона от основной атаки, это важно. Точность повышает шанс завершающего комбоудара на 30%, опека лень Куэй повышает скриты на 10%. Хотелось бы, конечно, вот это прокачать тоже на фул, но уже очков не хватает. То есть, возможно, стоит там, допустим, либо стойкой льва пожертвовать, либо чем-нибудь еще. Быстрая реакция, увеличение урона от спецприема 1, потому что я очень часто играю за спецприем 1, это прям мастхэв для меня. Многие не это вкачивают, но я вкачиваю это. Громовые удары, 10% увеличения урона от спецприема 2, но это без разницы. Это тут выбор, знаете, такой себе был. То есть, критические удары больше силы, либо бонус длительному урону, что на самом деле против боссов не работает, поэтому пофигу. И искусство цунами я прокачал, чтобы завершающие комбоудары так же... Это новенькое, я не качал никогда так далеко атаку, я останавливался вот обычно на... Этам... Как оно называется-то? На... На чем я останавливался, я уже не помню здесь. Я, по-моему, максимум вот быструю реакцию вкачивал, и дальше я не шел по веткам. Ну и, соответственно, техника метки смерти. Вероятность 25%, что завершающий комбоудар нанесет противнику метку смерти, что отменит на 20 секунд все возможности воскрешаться и повысит получаемый урон на 10%. Эффекциумируется до определенного количества раз в 3 штуки. Теперь насчет защиты. Стойка медведя на фул, потому что она дает 25% бонус к здоровью. Пугающее присутствие. Уменьшение шанса неблокируемой атаки. Хотя вот здесь на самом деле спорно. Но тут все три навыка, они такие, знаете, на самом себе. На самом деле себе такие себе. Вот можно крепкую защиту вкачать. Мне кажется, она даже получше будет, но я уже не буду перераспределять. Защита от Сентуриона дает шанс отразить урон неблокируемыми атаками. Вот здесь можно, опять же, скачать чего вы захотите. То есть, вот, допустим, тоже власть Шокана. Но против неблокируемых спецприемов это не поможет. Технология Румба. Минус 20 силы похищенной у ваших персонажей. То есть сопротивление всякому истощению. Есть еще сопротивление пробиванию щита, что очень спорно. Это вообще фигня. И критический урон вы получаете тоже неплохой. То есть здесь на выбор либо технологии, либо призрачная броня. Школа Красного Дракона чисто моя фича. Потому что я очень люблю иметь всякое сопротивление. Ну, на один вкачано. И Призрак и Учение Шинока, как бы, понятное дело, вкачано на максимум. Это два основных таланта, которые все вкачиваются. И в поддержке ни одного таланта. Потому что уже талантов не осталось. Пришлось, короче, отказаться вообще полностью от поддержки. Ни капельки ее не использовать. Не знаю, как скажется это на игре в целом. Но погнали. Теперь у нас есть метка смерти. Если чё, скорее всего, противники не воскреснут. Но если я повешу эту метку смерти. И еще важно понимать, повесится ли вообще эта метка смерти на самих боссов. Как бы, поехали. Пришлось потратить немного времени, чтобы распределить таланты. И подумать вообще, что лучше прокачать. Потому что в некоторых ситуациях пришлось отказаться от многих навыков. И, как бы, мне бы вот еще как-то перераспределить навыки так, чтобы вкачать шанс на критический урон. То есть максималочку. В остальном, в принципе, меня более-менее вот мои ветки устраивают. Более-менее. Конечно, железные кулаки тоже офигенная тема в поддержке. Но это надо вливать минимум, получается, 7 очков туда. То есть, если ты 1 очко трачешь на прокачку. А нет, не 7, даже больше. 11 очков надо вливать. О, зацените, как урон возрос. Нормальная тема. Мне кажется, или урон реально возрос. А будет метка смерти активизироваться? Я вот тут подумаю. Было бы неплохо, на самом деле. Вроде бы 25% же. Где метка смерти моя? Не понял. Блин, да че ж так подлагивает, что неприятная игра? Давай без этой вот фигни, пожалуйста. Вполне возможно, потому что я не провожу слишком часто завершающие комбоудары. Хотя, вроде бы, иногда и провожу. Допустим, вот, смотрите, завершающие. Может быть, на боссов метки смерти не действуют? Но это странно, на самом деле, если они на них не действуют. О, отлично, метка смерти активизировалась. Нет, они действуют, окей. То есть, если мы убьем противника, у которого будет метка смерти, то он и не воскреснет. Благодаря своей пассивке. Главная проблема в том, чтобы я попал в него, когда у него будет эта метка смерти. То есть, убил его именно в этот момент. Но пока она висит на нем. Пока что, вроде, нормально. Ой, она спала с него. Вот это неприятная тема. О, отлично! Она попала на него снова. И мы его добиваем, он не воскрешается. Офигенная тема. Мы еще и повышенный урон наносим по метке. Как вы понимаете, тоже классная тема. Еще можно, кстати, прокачать талант, который дает шанс отменить при завершающем комбоударе все положительные эффекты с противником. Он, по-моему, находится в атаке на предпоследней ветке. Тоже неплохой талант, чтобы сбивать вот эти щиты, которые активизируются смертельными ударами. О, второй уровень метки смерти, кстати. Интересно, второй уровень он сразу пропадет или он останется? Или он сбросится на первый уровень метка, если пройдет определенное количество времени? Давайте здесь за второй спецприем. Я уже не успею, как бы, использовать в любом случае спецприем какого-то из других своих персов, потому что уже время подошло к концу. Но, в принципе, нормально. Метка смерти помогла нам избавиться от одного Рейдена без воскрешений. Отлично. Вообще красота. Так, получаем еще первый спецприем для серебряных персов. Окей. Ну и у нас есть все шансы завалить за эту попытку сейчас Рейдена Инжастис 2. Вообще метка смерти нам очень помогает в этой ситуации. Еще и увеличение урона идет по помеченным противникам. Так что да. Конечно, в теории вполне возможно победить и без метки смерти. Но это надо оставить чуть-чуть здоровья перед следующей попыткой на одном из Рейденов. Потом добить его. Он воскреснет с половиной здоровья и заново ему эту половину здоровья сносить. А если он сменится, то все пойдет прахом. Понимаете? Да, и попытка будет заруинена. При этом еще противника будет больше здоровья. Поэтому, мне кажется, здесь все-таки стоит вкачать метку смерти и играть чисто с ней. Заодно я показал вам таланты. Если кто-кому понравится такая сборочка, вы можете ее юзать. Но это чисто моя сборка. То есть, как я привык играть. Если вам там что-то не нравится, вы можете определенный там из талантов заменить на любой другой, который вам нравится. Есть люди, которым вообще щиты, допустим, не нравятся. Они считают, что типа, ну... Щиты это зря потраченные очки там, да? Но без них Война Фракции никуда. Я их не прокачиваю в основном для этого режима. Я их прокачиваю для режима Войны Фракции. Потому что там реально без Призрака очень сложно выигрывать. Я именно сейчас не про основной режим Войн Фракции, а именно про режим Выживания. Потому что в режиме Выживания очень трудно без этой фигни. Ай, чертовы подлагивания, конечно. Пытаемся ударять его как можно больше раз, чтобы попытаться повесить метку смерти. Отлично, метка смерти есть. Игра. Вы видели, какой жесткий подлаг был? Это первый раз у меня такой жесткий подлаг. О, спасибо, мышка. Вот засранка же. Посмотрите на нее, а. Ну, слава богу, мне хотя бы бессмертие сейчас сработало. Ладно, давайте тогда, раз уж Рейден тот сменился, будем дамажить этого Рейдена. И надеюсь, мы Скорпиона не потеряем сейчас. А какого хрена у меня Джейд почти мертвая? Объясните мне, она в бою не участвовала. А, это наверняка благодаря пассивке Рейдена Инжастис. Он же наносит урон так же не участвующим в бою противникам. Да-да-да, я помню такую тему. Так, метку смерти повесили, хорошо уже. Мы получаем, по крайней мере, даже если не уменьшение воскрешения, мы получаем, помимо этого, всего... Да, блин, зараза, вот из-за лагов, опять же, я сейчас пропустил удар. Так, на, получай, расписывайся. Отлично, то, что надо. То, что надо, сейчас сработало. Так, затем оглушаем Рейдена через первый спецприем. Ну, по крайней мере, пытаемся. Вполне возможно, у нее сопротивление к глушению сработает. Вероятность промаха нет, оглушение... Сопротивление к глушению не сработало. Затем юзаем первый спецприем, чтобы... Застанить нашего парнишу. Я бы хотел сейчас саба выбыть, и я надеюсь, я первый нанесу удары по противнику. О, на нем еще ослепление, зашибись. Не успел я использовать второй спецприем сейчас. К сожалению. Ну, мы классика Рейдена неплохо задамажили. Уже неплохо. Так, хорошо. Давайте следующий. Бой. Шанс на крит, наверное, надо повысить еще. То есть, немножко изменить таланты. И вкачать вместо какого-нибудь одного из талантов на фул, вкачать на фул этот. Шанс на критический урон. Это очень неплохая тема, мне кажется. Очень и очень неплохая тема. Так, теперь бы до того, как убьем Рейдена, на него бы метку смерти повесить. Было бы очень неплохо, на самом деле. А мне кажется, или я не могу повесить метку смерти, пока эта долбанная мышка жива. Наверное, мне просто кажется. Так, иди сюда, детка. Блин, сейчас, скорее всего, мышка полетит в меня. Да, я так и думал. Так, проводим первый спецприем. Блин, чё он такой жирный? Эта мышка очень сильно дезориентирует. Мешает нам. О, заблокировали спецприемы. Уже неплохо. Давайте я отменю здесь метка... Я первый должен был использовать сейчас спецприем. Сволочь ты такая. Так, и отменил с себя негативные эффекты. Кстати, да, у Рейденов есть такая способность. Первого спецприема отменять с себя негативные эффекты. Блин, не заблокировал спецприемы сейчас. Ну ладно, как-нибудь разберёмся. Но здесь попыток много придётся потратить, конечно, на прохождение. Так, блокируем ему спецприемы. Пытаемся повесить метку смерти, но пока не получается. Блин, зараза, не получилось мне его пробить блок. Мне не сработал шанс на блокбрейкер. Ну вот и минус, собственно, Скорпион. Так, добиваем классического Рейда. Он и не добиваем, а я имею в виду... Дамажим. Так, иди сюда. Ещё один, второй. Затем меняемся на Саб-Зиро. Проводим второй спецприём. Можно ещё брутальное завершение прокачать, кто играет через бруталки. Но я вот не играю через бруталки, потому что у меня только у двух персов бруталки стоят. На завершающих комбо-ударах. Это у Джейд и у Саб-Зиро. Так, здесь я смогу использовать второй спецприём. Фук, слава богу, мышку завыдели. Наносим урон бедному Рейдену. Ну и, к сожалению, добивающий я уже не успел заюзать. Ладно. Сейчас на самом деле важно за Скорпа попытаться метку навесить на Рейдена до его убийства. Минус вот эта мышка. Она очень мешает, очень сильно. Прямо капец как мешает. Она постоянно даёт возможность ему смениться. Это очень неприятно. И такое ощущение, что я ему сейчас несу почти всё здоровье. Мы уже с вами потратили сколько? Четыре попытки на этого босса. Первый раз я трачу больше четырёх попыток на боссов. Ну окей. Последние пять попыток идут. Я думаю, за пять-то попыток я уж завалю этих боссов. Ну я надеюсь. Но метка смерти, конечно, здорово помогает здесь. Главное, чтобы она повесилась до того, как я убью босса. А не после. Блин, надо подгадать момент, на самом деле, когда вот именно мышка атакует, чтобы... Но я не подгадываю этот момент всё время. Всё время делаю ошибку. И он сменяется, засранец такой. Так, хорошо, что не успел добить. О, метка смерти активизировалась. Замечательно. Так, щиты. Мне надо бы ещё одну повесить. Жалко, что шанс всего 25% на метку смерти. Она сейчас пропадёт, и эта чмо воскреснет же. Если я его добью. Мне надо пытаться повесить метку смерти. Отлично, получилось. Ну и теперь, я думаю, за время её действия я уже успею добить рейда на Бога Грома. Ну, классического. Вот, собственно, он и воскрес. Так, у нас воскрешение срабатывает. Мышка взрывается. Мы сбиваем рейда на обычными ударами, чтобы повесить метку смерти. Ну, давай же, работай. Отлично. И ещё спал щит. Вообще красота. Добиваем рейда на Инжастис 2. Зашибись. Вот это было красиво. В самом конце повесили минутку смерти и добили рейда на без воскрешений. Отлично. Красота. Пять попыток ушло на этот бой. Ну, ладно. Так, получаем инструменты на второе слияние. Блин, я бы хотел третью зелёную карточку получить и на очень имбовое, но она мне всё никак не падает. Ну, ладно. Хотя бы так, так, так. Хорошо. Нам осталось тогда пройти, получается, четыре боя и будем заканчивать с вами сегодняшнее прохождение башни. Следующий бой темная маг... Ой, гадость какая. Темная магия. Ещё и Терминатор в команде, ещё и Джакс. Очень неприятная команда. Я надеюсь, мы справимся. Ну, поехали. Терминатор в команде. Терминатор в команде. Терминатор в команде. Ой, хэшеджен, про лаги? Можно не будет так лагать? Пожалуйста, игра. Чё это за лаги пошли? Такого раньше никогда не было. И вот опять. Так, сюда давай иди. Блин, очень много урона вносится по нам Проблема в том, что мы, скорее всего, потеряем персов сейчас Если быстро не разберемся с Джаксом Ой, как это было сейчас плохо, на самом деле Фу, слава богу, я его хотя бы к стене припер Добиваем, собственно, Кано Ну, конечно, конечно Здесь придется использовать первый спецприем Нет, не на 95, что ж ты делаешь? Давайте заменимся на Саб-Зиру Хотя не стоило меняться на Саб-Зиру, на самом деле Надо было на Джейд меняться Блин, я забыл у него Я второй раз уже попался на эту штуку Вот и минус Саб-Зиру, собственно Повезло, что у него сработали щиты Так, главное в этот раз снова не попасться на эту штуку И набить всего 80% дополнительного урона Фух, я впервые ударил Повезло мне с этим Так, хорошо Меняемся на Скорпиона Ой, вот сейчас не сработ Долбаные лаги Из-за лагов я сейчас могу слить катку Серьезно, просто Я слил катку просто из-за лага Из-за грёбанного лага Из-за того, что у меня зависла игра в момент удара от терминатора Точнее, перед его ударом Я мог не получить этот урон, но я слил обычный бой Офигенно, блин Спасибо, игра, большое Вот тебе за это Грёбаный терминатор Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Саб-Зиро маску Бихана и надеть её на Скорпиона. Но, с другой стороны, это ведь не защитит от длительного урона от тёмной магии. И, кстати, я бы мог Терминатора убить, если бы на нём метка смерти повесилась. Я вот тут подумал. Мне просто не повезло ещё с меткой смерти на Терминаторе. Надеюсь, в этот раз мне повезёт уже больше, так скажем. Пока что вроде нормально. И пока лагов нету, самое что прикольное. Ага, да, нету лагов, конечно. Вот они уже вернулись, как бы. О, метка смерти активизировалась. Замечательно. Блин, второй раз не активизируется. Она может спасть сейчас просто с него. Она спустя некоторое время исчезает. Всё, иди нафиг. Без воскрешений, братан. И добиваем чёрного дракона Кану чисто через второй спецприём. Изи. Хорошо. В этот раз нам больше повезло. Терминатор не воскрес благодаря метке смерти. И этот бой нам получилось пройти без особых трудностей. Ну, а в первый раз, конечно, не пропёрло нам, да. Такое тоже бывает временами. Ну, первый слитый бой, что я могу сказать, за, получается, обычные бои. Вообще из всех башен. Джонни Кейдж ударной группы. Джакс Брикс круга тени. Круга тени Кунлау. Ещё и в ярости. Офигенно вообще. Кунлау и так даёт всем шкалы силы. Не всем, а двум вот этим парням. Так они ещё и накапливать эту силу будут быстрее. Ну, вообще задница. Очень неприятные, конечно, ограничения, но ничего не поделаешь. Придётся тащить как-то с ними. Ой, лаги. Спасибо большое. Ну, если мы будем блокировать спецприёмы, в принципе, мы легко справимся. Да что ж такое? То есть, залагов не удаётся попасть по спецприёмам. Есть метка смерти. Хорошо. Даже в боях, где, по сути, нет воскрешения, метка смерти даст нам дополнительно... Урон от основных атак увеличит. Ну и вообще урон на 5% увеличит в целом. Так, у него может сработать защита, поэтому я не использую второй спецприём, ибо если сработает защита, я его не добью нафиг никаким образом. Но защита не сработала, и мы здесь побеждаем. Замечательно. Так, окей, продолжаем. Так, получаю косарь 700. Нормальная тема. Так, ну и отправляемся с вами в следующий, получается, бой против Кабала Чёрного Дракона, классического Люкана и Кабала МК-11. И у них будет ещё восстановление здоровья. Окей. Финальный бой у нас на сегодня. Ну, может, боссов Рейденов убили за 5 попыток всего, но убили. Отлично. Отлично. Сегодня прям долгая серия у нас получится. Конечно. Враг восстанавливается. Окей. Постараемся решить эту проблему. Я решу вашу проблему. Так, хорошо. Прикольно, что Кабал МК-11 и Кабал Чёрный Дракон не будут делать рентген, потому что они не являются оба персонажами МК-11. Да твою ж мать. Долбаные пролаги. Так, ну ладно, с первым хотя бы разобрались, уже неплохо. Давай метку. Да не поджёг, а метку. Поджёг это плохо, наоборот, чувак. А можно мне уже убрать ограничения с использования спецприёмов? Спасибо. Спасибо. Видимо, с метки они спадают всё-таки по одной штуке. Так, ну здесь без разницы, куда заваливать урон. Теперь надо опять же терпеть, пока не восстановятся спецприёмы. Сможем не снова юзать. И вот, кстати, ускорение. Всё, пошёл нафиг отсюда. Изи. Просто изи. Даже нас не ударили практически нисколько раз за весь матч. Это прям нам пропёрло. Ух, хорошо. Отмучился на сегодня. Ну не на сегодня, а на сегодняшнее утро. Завтра вечером ещё буду записывать, конечно же. Так, хорошо. Всё, пошёл нафиг отсюда. Ну, а на этом тогда я буду, наверное, потихоньку заканчивать. Так что большое спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. И мы ещё с вами увидимся. А на этом всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!